В Крачево-Черкесии от коронавируса появились более 30 тысяч человек. Первая партия вакцины EpiVac Corona в количестве 810 доз уже поступила в республику, и она определена между медицинскими учреждениями. В Адыгихабльскую районную больницу поступило 50 доз. О том, как проходит вакцинация, в районе узнавала Фатима Даурова. Утро участкового терапевта Адыгихабльской поликлиники Залины Аргуновой начинается со стандартного приёма пациентов. Только в последнее время их число увеличилось за счёт тех, кто хочет сделать прививку от коронавируса. Каждый день от 5 до 7 человек проходят консультацию и предварительный осмотр в кабинете терапевта перед вакцинацией. Люди приклонного возраста боятся, прежде всего, что у них хронические обострения будут, хронических заболеваний. Поэтому сначала беседуем, после беседы, если всё нормально, противопоказаний нет, то идём на вакцинацию. Наверное, от 45, может, и старше приходят. Приходили даже, дедушка приходил, 91 года, тоже сделали прививку в два этапа, прошло всё нормально, слава богу. Галина Михайловна Кятова сегодня пришла сделать первую прививку. Решение вакцинироваться пришло после того, как она стала свидетелем протекания болезни у членов семьи. Проходить самой через прелести короны не захотела. Галина Михайловна Крешилась, смотрю, все вакцинируются. Думаю, дети у меня переболели, они сейчас ждут, когда можно будет. А я не болела, думаю, пойду. Вот и всё. Не страшно делать прививку? А чё страшного? Что будет, то будет. В своей очереди на осмотр к терапевту, а затем, если не будет противопоказаний на прививку, ждут люди в тени раскидистого дерева. На свежем воздухе здоровее и предпочтительнее выстаивать очередь. На сегодняшний день в районе провакцинировано более полутора тысяч человек. Медики отмечают, что эффект царафанного радио противников вакцинации среди населения играет отрицательную роль. Приходится очень долго проводить беседы с пациентами для того, чтобы они провели вакцинацию. Объяснять, что ничего страшного, никаких страшных побочных действий не бывает. И достигаем каких-то определённых успехов, конечно, в этой работе. Фатима Жирова – из тех врачей, которые приняли на себя удары первых двух волн. Она, как никто другой, знает всю тяжесть этой болезни, и поэтому сразу же без колебаний привилась сама в числе первых. Провакцинировалась одна из первых сотрудников нашей больницы. Всё как положено. Первый этап прошла и второй этап вакцинации. Первый этап вакцинации перенесла довольно-таки неплохо. Ну, отмечалась небольшая температура. Второй этап вакцинации прошёл практически без каких-либо проявлений. Относительно всё удовлетворительно. И проверила кровь на антитела. После второй вакцинации, через 30 дней, у меня антитела 16,79. Я считаю, что это очень хороший результат. Врачи призывают население вовремя сделать прививку и обезопасить себя, особенно тех, кто находится в группе риска. Это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и лиц пожилого возраста, которые довольно тяжело переносят проявление ковида. Фатима Даурова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия, Адгихабльский район.